Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, как действующие, так и потенциальные. В своих предыдущих видео раза три или четыре я очень подробно останавливался на этом вопросе и снова и снова и снова и снова сталкиваюсь с таким явлением. Мы осуществляем психологическую диагностику лиц опасных профессий, обращаемся к различного рода контрагентам, предприятиям, организациям, в структуре которых проводятся какие-либо опасные виды работ, связанные с источниками ионизирующего излучения, транспортировкой опасных грузов и так далее. И так далее, и так далее. Не суть в этом видео, об этом говорить. Все это находится на нашем сайте. Ну опять же, опять в очередной раз я сталкиваюсь с таким явлением, значит нам описываются и сообщают о том, что у нас работники проходят обследование психиатрическое в таком-то таком-то отделении, такого-то медицинского центра или какой-то психиатрии ПСО. И я хотел бы подчеркнуть один очень важный момент еще раз, в пятый, шестой и возможно и в дальнейшем буду об этом, может быть, неоднократно говорить. Вот здесь на ваших экранах все написано прямым текстом. Психиатрия это не психофизиология, это совершенно две разные отрасли наук. Психиатры ничего не понимают в психофизиологии, психофизиологи по большому счету ничего не понимают в психиатрии. Психиатр работает, это медицинская специальность, психофизиолог это не медицинская специальность, это специалисты изначально психологи, получившие переподготовку или второе высшее образование, или подготовку на специализированных четырехмесячных курсах и получивших диплом психофизиолог. Различаются эти и науки, и направления деятельности, различные у них и цели, и задачи, и методы. У психиатра это постановка клинического диагноза, болен человек, не болен. Психофизиологи работают на уровне симптомологии. В лучшем случае они формируют психологические синдромы. Их больше. Вот в психиатрии 10 основных по НКБ 10 психиатрических заболеваний. Психофизиологов все гораздо сложнее. У них больше синдромов, у них больше симптомов, которые они исследуют. Различаются и направлением деятельности, и целями. Постановка диагноза у психиатра и оценка симптомов, синдромов у человека, у психофизиологов. Разные соответственно задачи и совершенно разные. Что их главным образом различает эти два направления деятельности. Это методы. У психиатра это наблюдение метод. Он два месяца стационирует человека и наблюдает его. Беседует с ним и так далее. У него основной и единственный метод это наблюдение. У психофизиологов единственный и основной метод это эксперимент. У нас все в цифрах, в графиках, в диаграммах. И опять я получаю письмо, говорят о том, что у нас люди проходят обследование, ссылаются на психоневрологический какой-то диспансер, стационар и говорят у нас все хорошо. Ребят, вы нарушаете закон. Ростехнадзор говорит о медицинских и психофизиологических обследованиях. Те документы, которыми руководствуются врачи-психиатры, не имеют никакого отношения к тем документам, которыми руководствуются психофизиологи. У нас свои библии, у нас свои законы, постановления и так далее. Если не понимаете различий, откройте википедию, посмотрите различия между словами психиатрия и психофизиология. Это совершенно, они похожи, тут пси и тут пси. Но это все единственное, что их роднит. Все остальное является различным. Говорить о том, что у нас работники проходят психиатрическое освидетельствование и отстаньте от нас. Ради бога, мы ни на чем не настаиваем, ради бога. Но вы поймите, что, ну я не знаю, это по меньшей мере это нарушение закона в отношении контролирующей деятельности Ростехнадзора, который своим 721-м институтным регламентом, прямо говорит, медицинские осмотры и психофизиологические обследования. Психиатрия, не психофизиология. Подменять неправомочно и некорректно с любой точки зрения. И с точки зрения законодательства, и с точки зрения самого подхода к этим двум вещам. На этом, наверное, все. Спасибо за внимание и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok